Всем доброе утро! Очередной лед из фанта я переложила в кулечек. Такие формочки у меня. Вот еще залила чуть-чуть. Виталинка открывает, пробует и не пьет. Короче, я говорю, остальное мы замораживаем. Можно куда угодно добавлять, короче. Потом в чай, в компот. Она так потом рассасывает, как мороженое. Убираю в морозилку. Вот. И вот этот уже ставлю, замораживать еще. У нас погода пасмурная. Сегодня вроде дождя нет. Но на улице не очень тепло. 13 градусов. Вот так вот выглядит погода. Базилик, кстати. Вот так вот выглядит. С утра на завтрак. Артур. Я должна была идти, но по итогу Артур идет с моей мамой в поликлинику. Потому что она якобы может потерять сознание. Не знаю, что там с поджелудочной распалилась и найдет. И надо, что кто-то с ней пошел. Вот. И коктейль, значит, банан, шоколад. Банан, какао, молоко. Кашка пшеничная. Два голубчика. Это Артур. Это Виталинки. Голубчик. И тоже коктейль. Он так оседает. Но потом его вмешает. И он такой становится. Кстати, вчера в Ашане брали халву. Такую шоколадную. Очень вкусная. Особенно у тебя места, где шоколад. Вот так что утро у нас начинается. А я сейчас бегу на почту забирать посылку Эйвен. Беру собаку с собой. Так, пошли на почту с ней. Хоть и пасмурно, но я все равно беру очки. Мне комфортно в очках. Потому что все равно светло. Вот. Голову сегодня не фенило. Вот. И, возможно, я еще сегодня воде дам сейчас побегу. Но решили взять мужу такие же брюки, как и я себе взяла. Вот. Пока есть хорошая цена. Кофта сыну тоже подошла. Короче, все классно. Кстати, солнце даже очень есть. Несмотря на вот эти тучи. Все равно солнце. Есть. Так что не зря очки надела. Сейчас заберу и вам посылку. Там все для Веранички. И потом приведу Нику домой. Наверное, пойду в Адидас. Может, еще куда-то у меня куча-куча дел надо сделать. Мы посмотрим, куда мы там пойдем. Вернее, куда я пойду. Собрала посылку. Вот. Очень маленькая такая посылочка. Иду домой. Сейчас вам покажу, что хочу сказать. Люди подурели вообще. Блин, в масках ходят по на улице, на свежем воздухе. Даже когда рядом никого нет, вообще с ума посходили. Капец. Ладно. Сейчас приду домой, покажу. Ника, давай быстрее. Коська, идем домой. Жарко, да? Идем. Принесла посылочку. Такие манюнички, коробочки стали класть. Не знаю, раньше такие большие были, полупустые. Какие-то брошюрки. Тут все для Веронички. Она заказала спреи. Такие вот. Клубника со сливками. Сандал и ваниль. Она любит эти спреи. Очень бархатистый персик. Это, наверное, новое что-то. И вот это ее самое-самое любимое. Коктейль. Коктейльная вечеринка. Малина и черная смородина. И походу все. Блин, и такие положили каталоги. Я же от них отказалась. Вот, блин. А? Конечно. Нафиг они мне надо. По 15 гривен, по-моему. Ай, это я лох. Блин, ну куда? Ну, они все равно в туалет пойдут все. В мусорник. Я же их никуда не использую. Ну, один полистаю. Ну, один бы еще прислали. Как я так? Я же вроде отказывалась. Жалко. Ладно. Все. Вот такие вот. Такой заказик. Так, по запахам. Очень понравился мне персик. Он такой свеженький запах. Кстати, персик ванильная орхидея написано. Ну, не знаю. Надо еще, конечно, на кожу прыскать. Но вот этот персик мне понравился. Потому что я к запахам очень привередливая. Это пахнет ванилью. Но за счет сандала он не сильно сладкий. Это фруктовый запах. И клубника. Ну, не знаю. Сливки я особо не чувствовала. Клубничный такой запах присутствует. Такие вот ароматики. На волосы, Вероничка. На одежду впрыскает. Короче, нравится ей. Вот. Всегда у нее много их разных. Ну, на лето вот она захотела. Так. Раз каталок есть, придется смотреть его. Так. Пошла. Сейчас беру. Адидас. Купить такие же брюки, как у меня. Короче, тут у нас еще такая дилемма. Получилось, что можно ехать в другом районе, там возле работы в Адидас был по делам. И взял мне там другие штаны. Вроде бы короче, которые обрезать не надо. Вот. И кофту мне взял там Адидас красную. Короче говоря, если мне эти штаны подойдут, то я одни или две пары, одни штаны, вернее, вот эти, которые я купила, верну. Сейчас я одни иду мужу покупать. Получится у меня две пары их одинаковых. Вот. Поэтому, если подойдут те новые, которые он мне взял, то я эти одни сдам. Ну, такое. Ладно, бегу сейчас в Адидас, в школу забегу, заберу ЗОШИ, там, для занятий летом. И, может быть, заеду в СЭШ-ку сегодня. Посмотрим. В школе. Бегу с тетрадкой на лето дополнительные занятия. Сейчас в школе тишина, необычно. Зашла в Метрополис, торговый центр, бегаю, еще туалет на втором этаже закрыт. На четвертый надо идти с покупками Адидас и Ева там у меня. Тут тренажерка есть. Магазинчики такие, бутики. Мерю платье на Сэгенхенде. Такое вот в лимончике. Неплохое. Это вот с клипсой, которая мне кажется, великоватая. Оно какое-то на меня. Как-то резинка вот-вот такое. Вроде неплохо, но сильно растянута, мне кажется. так вот такие шелтые. Видите, они в тот же шелтые очень. Вообще, не знаю, почему. Наверное, ноги толстые. Нога должна быть толще. Или такие они и есть. короче, я бы взяла, если бы они тут были. ушивать надо. Вот так. Не, не буду. Не беру. Так, вот такая черная накидка трикотажная. Ну, она такая, не сходится на мне. Наверное, маловатая. рукавчик у нее симпатичная. Я люблю такие накидочки на лето. Не знаю, подумаю еще, возьму. Вот. Тоненькая. Такая вот, надевать, знаете, на прогулку. Наверное, даже возьму. Сейчас посмотрю еще. Смотрите, вот такая кофточка. Типа, как вязаная, тоненькая. Очень расцветка мне понравилась. Ну, что-то тут вот торчит. Вот так вот. Не знаю. И рукав чуть-чуть. У меня бицепс тут накачанный. Не знаю, взять, не взять. Смотрится симпатично, правда? Тем более, что цветочный принт, ловно. Не знаю. Дружки. посвободнее бы хотелось. Ладно, буду думать. И вот такая кофта трикотажная. Однозначно беру. Очень нравится. Люблю этот бренд. Беру. Она еще сзади там на пуховечку. Еще юбку такую беру джинсовую. У меня есть две джинсовки, но беру эту тоже. Все. Куфточка классная. Я люблю такие кофты. Вот за вот эту еще думаю. Не знаю, все-таки все так подумаю. Эту беру. Все. Больше ничего не покупаю. Бегу через озеро. Такой сумасшедший запах шашлыков. Кто-то жарит. Ой, птички поют. Боже, какое счастье. я бегу. Вообще класс. Видите, какое озеро красота. Какая красота. Ну, это ж просто красота. Ой. Короче, бегу домой. Не ела еще ничего. Сегодня толком. Выпила утром коктейль бананово-шоколадный. Вот. И съела две ложки пшеничной каши. Не знаю, сейчас поем или нет. Просто уже чувствую, что скоро голова начнет болеть. Надо все-таки поесть, потому что я потом не стану есть. Уже поздно будет. Короче, бегу домой. Бегу домой. Скоро это Виталинка договорилась со своей подружкой идти гулять на пять. У меня тут 10 минут буквально осталось. Еще бежала сегодня на тридцатку. Короче, вообще только что бежала, потому что надо было это одну остановку. Подъеду, думаю, быстрее будет. Короче, сегодня калорий больше спалила нежели получила. Сейчас голубец быстро или борщ и выбегаю с Виталиной гулять. Ладно. Покупки покажу дома. Если успею, сейчас, если нет, потом приду, покажу. Звонила Виталине, попросила нагреть меня два голубца. и она мне сказала, что аж 17.30 они перенесли. То есть у меня еще каких-то 30-40 минут есть в запасе. Чему я очень рада. Хоть передохну чуть-чуть, поем спокойно. Уже сегодня дома вообще не было. Это капец. Маму надо было в больницу сегодня везти. Но Артур повел. Короче, мама вчера позвонила вечером, говорит, помогите в поликлинику меня кто-то отвезти. Вероника не может. Артур тоже отказал ей сразу. Вот. И я согласилась. Потом говорю, ну, может, я Артура попрошу. Все-таки он посвободнее, потому что у меня сегодня день был расписанный. Ну, короче, Артур согласился, повел ее. Мне пришлось сегодня бегать искать там уколотие лекарства нигде. Артур не мог найти, так я нашла и поднесла ему к поликлинике. Перед этим я бегала на почту, забирала посылку. Потом привела Нику с посылкой, показала вам видео, пришла, побежала, забрала книжку в школе летнюю. Потом вот это же побежала в аптеку, купила лекарства, отнесла Артуру под поликлинику, купила ему воды и побежала в Адидас. Купила мужу штаны. Купила штаны, забежала в Еву, купила косметику и странички там посбрасывала в Вайбере, тоже ей купила палеточку, она хотела давно ее. Вот, и фух, шой, и, 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 что говорить, даже не могу. Пить хочу, есть, хочу, больше пить хочу, чем есть. Короче, гончая мать возвращается домой. Ой, вы не представляете, просто, просто. Я же, блин, у меня живот уже висит, просто болтается. Значит, сейчас бегу, так хочу домой, не представляете, валюсь, стоп, просто. А дома же ничего не делалось сегодня. Так, сейчас покажу, что купила. В Адидасе взяла такие же штаны, как и вчера к мужу взяли, такие же. Короче, если он мне привезет, мне подойдут те, вторые, другие, Адидас, то одним из этих сдадим. Вот такие вот. По скидке 350 гривен обошлись. Смотри, Артур. похоже. А? Я не понимаю, что они без трех полосок делают. Вот три полоски. Ну, а, у меня нет. Ну, это оригинал, это какие-то, это, по-моему, вообще штаны, знаешь, для чего вот эти вот, для бейсбола. по-моему, что, такой бейсбол. Да. Так, Вероничке за 60 гривен взяла вот такую палетку, она хотела LCF. Тут и блестки, и матовые цвета, и шиммерные. Короче, классная она, я пробовала, там очень классно берется она. Себе я взяла, у меня просто закончились румяна. Вот, а мне, я вот люблю румяна иногда, вот, и, что хочу сказать, хочу сказать, что румяна везде стоит, ну, 70 гривен, 50, ну, 40 гривен, дешевле. Да, есть, я сейчас буду жарить, в другом холодильнике. Давай, первый пожарим. Давай, можешь жарить все сразу. Так, вот такая палетка, это Glembi диска, такая вот. Ну, Артур, ну, секунду, ну, сейчас, подожди. Ну, внизу в холодильнике, ну, я тоже спешу, мне бежать надо на улицу. Вот. Румяна, бронзер и хайлайтер. Ну, хайлайтер такой темный, что его можно как тень или как румяна использовать. Такая, 79, по-моему, гривен стоила. Вот, еще показано, как использовать. Вот. Так, ну, что, обещала вам показать. Последнее, что я вам покажу, это вот, то, что я купила сегодня. Лупочку такую, ну, от фирмы. Вот такой вот. Я забываю, как они называются. Очень классно сидит. Потом взяла, все-таки, вот этот, свитерок или кофточку. вот с такой вот вязочкой в очень хорошем состоянии. Видите, вот, новенький он. У него было, тут вот даже вот эта штучка, знаете, от берки. Короче, я так поняла, его или мерили, или одели один раз только. Вот. И вот эту кофточку леопардовую или какую-то тигровую, нет, леопардовую, наверное. Вот такую вот, такая фирма Oasis. Я мучка, но очень классно. Здесь вот эта штука кожаная, ну, не натуральная, под кожу. Здесь вот такая пуговичка, вот, и вот такая трикотажная косточка, тоже в очень-очень классном состоянии. И все. Так что, сходила я на секонд-хенд. Вот. Ну, так, не очень вам, конечно, много показала. Но, может быть, потом как-нибудь еще. Все. На этом я заканчиваю свое видео. Всех люблю, целую. Всем пока. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok